Рекламно-информационная программа Александр Чубаров, я имею ввиду Дирижер Увецкого оркестра русских народных инструментов Имени Шаляпин Заслуженный артист нашей страны Добрый день У нас два главных дирижера Трех оркестров Революция не произойдет сейчас в оркестрах Пока кто-нибудь возьмет Стараемся ситуацию контролировать Владимир с утра заметил Сегодня еще праздник День генерального директора Я думаю, что главные дирижеры Под это определение вполне себе подходят Спасибо за поздравление Ну и кроме того, конечно, мы вас поздравляем Со стартом нового концертного сезона 61-го по счету Который вот-вот случится В филармонии Вятской Перед нами анонсы Опять, да, вот жалею, что у нас не телевизионная программа Потому что вот это количество анонсов Которые передо мной лежат Это вот стоило бы показать, конечно Сразу понятно, что Вятская филармония открывает сезон Видеосъемка сейчас идет Это позже все будет выложено в интернете Итак, мы уже договорились Да, собственно, у кого ближе дата концерта Тот и будет начинать Константин Александрович Поэтому вам слово 30 сентября Да Послезавтра, воскресенье 30 сентября Мы открываем концертный сезон Программа «Вив ла Франс» Здравствует Франция Да, именно так Наша программа Это первый концерт нашего абонемента Музыкальная география С Вятским симфоническим оркестром имени Раевского Это не в честь победы Франции на чемпионате мира Когда я задумывал эту программу Я, в общем, предполагал, что французы могут занять какое-то... На то, что они будут чемпионами В общем, тогда еще было непонятно Дело в том, что Четыре программы, которые у нас есть в этом абонементе Это такая, я бы сказал, обзорная экскурсия Прогулка Да, прогулка, легкая прогулка По разным национальным музыкальным культурам Насчет легкой, что ты посмотрел программу «Не особо жена легкая» Вы знаете, нет, правда, для исполнения Да, для исполнения Я ее веду, да, слушайте Довольно серьезно Нет, дело в том, что французская музыка Это явление очень серьезное, интересное, многоплановое По сути дела, вообще, цикл концертов можно было посвятить только французской музыке И надо сказать, что вот в этом концерте мы, например, не играем музыку таких авторов Как Берлиоз или Дебюси, да Без которых историю французской музыки представить невозможно Да и вообще историю мировой музыкальной академической культуры Без этих имен представить нельзя Но формат открытия сезона Как раз сподвиг нас на то, чтобы выбрать сочинения известные Известные, любимые публикой и эффектные Эффектные Мы очень надеемся, что вот эта прогулка по Франции Будет и приятно, и интересно Вот, что касается интереса Я никогда не забываю о том, что мы должны не только А может быть даже не столько развлекать, да Сколько еще и, в общем-то, давать пищу для ума И просвещать И, в частности, у нас будут те сочинения, которые в Кирове еще не звучали Это летняя пастораль Онегера И сюита для саксофона с оркестром Дарьюса Ми Йо Который называется Скоромуш 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 это Петрушка Петрушка Саксофон с оркестром Любопытно Да Вот ждем, ждем наши Константин, еще вопрос, как всегда, про возрастное ограничение концерта Ну, мы видим, 6+. Да, 6+, это концерт, в общем-то, для всей семьи Это должно прозвучать Для всей семьи Для всей семьи Еще раз напоминаем, да, что открытый сезон И, собственно, вот тот концерт Это все будет в воскресенье, 30-го числа Начало в 5 вечера, 6+, ограничения Я хочу добавить, что, конечно, будут солисты Солисты Да, да Блестящий пианист Из Казани Но Удивительно, что вот он живет в Казани Да, но при этом Обладает, ну, по меньшей мере, европейской известностью Да, если не мировой Народный артист Татарстана Да, Евгений Михайлов Народный артист Татарстана И заслуженный артист России И саксофонистка Наша землячка Которая сейчас живет в Нижнем Новгороде Преподает в Нижегородской консерватории Это тоже, в общем, предмет гордости Кировчан, да? Ольга Попова Женщина с саксофоном Это, ну, как-то это считается так Необычно Ну, вы знаете, сейчас уже есть женщины С Валторной и с тромбонами даже Встречались мне Ничто не чуждо Дамы тромбонистки Да, да Почему выбор пал именно на этих солистов? Были еще какие-то варианты? Да, варианты всегда есть Просто Евгений Михайлов с нами уже сотрудничал Но не в рамках филармонических наших программ И мне очень понравилось Как у нас с ним получилось Мы с ним играли концерт Гершвина Однажды И дело в том, что у нас, в принципе, концертов Может быть, не так много Да, ну, я имею в виду Скажем, в крупных городах В миллионниках Концерты симфонического оркестра Проходят каждую неделю У нас, конечно, реже Поэтому мы с ним, сыграв концерт Гершвина Договорились о том, что в течение каких-то Ближайших сезонов Мы обязательно с ним встретимся Уже на филармонической площадке А Ольга Попова, она всегда наша желанная гостья Но я хочу сказать, что ее приглашение Помимо всего прочего Было связано еще и с тем Что и в сочинении Безе Сюита Из-арлизианки И в сочинении Равеля под названием Болеро Который, конечно, станет изюминкой Вообще этой программы Там есть партия солирующего саксофона Поэтому мы Олю попросили Мало того, что посолировать Ее Еще и поработать И поработать в оркестре И она с удовольствием согласилась Потому как Она, в общем-то, воспитанница Действительно И Мало того, что Кировских музыкантов Она всегда очень тесно Общалась с Валикой Александровичем Раевским И у нее Какие-то особые чувства Я так понимаю Есть к Вятскому симфоническому Еще раз акцентируем Ваше внимание Это мы все говорим О концерте Который будет открывать 61-й сезон Вятской филармонии 30 сентября В воскресенье Началось в 17.00 Возрастное ограничение 6+. Дабы не заставлять Александра Николаевича Долго дожидаться Своей очереди Давайте вот сейчас До перерыва Успеем перейти К следующему концерту Вятского камерного Уже оркестра 5 октября в пятницу Да Тоже географический акцент Тут присутствует Туманный Альбион Да Программа называется Туманный Альбион И Биг Бен на афише Да Биг Бен на афише Английская музыка От барокко до рока Да Барокко это Великий Генри Пёрсел Дальше Сочинение Романтической И постромантической Эпохи Музыка Элгара Ван Уильямса И Бриджа И Да И Густава Холста Да И Почему до рока Потому что Знаменитый Знаете Как вот только В сети Не называют Это сочинение И танго Смерти И Бог знает как На самом деле Речь идет О концерте Карла Дженкинса Который Называется Палладио Мы его будем Играть впервые В Кирове Эту музыку Знают Наверное На слуху На слуху На слуху А Карл Дженкинс Он в общем-то Сидит на Даже не на двух стульях Наверное Да Николай Знает О чем идет речь Это Человек Который получил Академическое образование Но Все его достижения В основном Связаны с Этно И рок Музыкой Так Давайте о солистах Еще Да Солистами Выступят Наши солисты Кирилл Запольский Елена Иванова Летягина И приглашенный нами Габаист из Москвы Борис Акиш Все ясно 6 плюс Все красиво И гораздо более Так сказать Ну экзотически Все таки Это английская музыка Особенно Да В том-то и дело Нечастый гость На сцене Да 6 плюс Еще раз произносим Возрастное ограничение Этого концерта Дата 5 октября Пятница соответственно 18 часов Начало Это малый зал будет Филарм Да Именно так Сейчас делаем Небольшую паузу Что нам положено По регламенту Константин Маслю Главный дирижер Увецкого симфонического Ивецкого камерного оркестра Александр Чубаров Главный дирижер Увецкого оркестра Ружеских народных инструментов Имени Шаля Апин Вот Александр Николаевич Дадим слово Уже после Небольшой паузы Да Прерываемся Культ поход Да Это снова программа Культ поход В студии по прежнему Владимир Сметанин Я Николай Голиков Мы поговорили О первой части Открытия сезона Концертного Вятской филармонии Дали Нашему гостю Александру Чубарову Немножко передохнуть И сейчас Чтобы по полной сил Дирижер Вятского оркестра Рудных народных инструментов Рассказал Как будет открывать Этот сезон Этот прекрасный коллектив Пожалуйста Александр Николаевич Еще раз добрый день Дорогие друзья Наш оркестр Открывает сезон 7 октября В филармонии Концертом Который посвящен 70-летию Народного артиста России Россия, Украина И Молдавии Композитора И исполнителя Александра Морозова Солист Будет Исполнитель Из Москвы Лауреат Международных конкурсов Максим Щербицкий Молодой Музыкант Молодой певец Который сейчас Очень востребован В России И выступает Довольно активно Во многих городах Нашей страны С различными оркестрами С Кировым Как-то с Святкой Связаном Какие-то корни Нет Он сейчас будет связан Приедет к нам Первый раз А вот 30-го Кстати Как вот у нас До открытия сезона Он открывает По-моему Сезон Они В Астрахани С оркестром Симфоническим оркестром Национальной гвардии России Вот такой мощный У них там Будет концерт Будет он В том концерте Я посмотрел Афишу его Будет исполнять Популярные хиты Мировой классики Российской в том числе А у нас Программа будет посвящена Вот именно Юбилею Александра Морозова Это какая-то Песенная программа будет Песенная Напомните Что это за произведение Чтоб сейчас слушать Вот Малиновый звон Название программы Тебе о чем-то говорит Малиновый звон Да-да-да Ты угадал Ты угадал Прозвучат Суперпопулярные его песни Как Малиновый звон В горнице Ах, мама, маменька И по камушкам Например А пока по камушкам Ах, мама, маменька Я уж не маленький Я уж не маленький Здорово Вот Но вы знаете При подготовке Мы знаем прекрасно Эти песни Это действительно Очень интересно Их играть Но они все-таки Очень знакомы И нам, музыкантам Повторятся Мы довольно много Их, кстати, исполняли Но у Александра Морозова В багаже Более тысячи песен Вот можете себе представить Причем На стихи Выдающихся поэтов И современности Ну Циклы большие Есть у него на стихи Николая Рубцова И мне вот Было очень интересно Узнать этого человека Так сказать По его творчеству По его песням Немножко пошире Не только Вот по этим хитам Да, но все-таки Программа концерта большая Это около 20 песен будет И с большим удовольствием Мы познакомились С его музыкой С разной И я бы даже сказал Которая не очень известна Она нисколько не проиграна Так случилось Что эти песни Стали популярные А другие нет Но они гораздо Может быть и богаче Даже и по содержанию Глубже Увы, но зачастую Именно такой вопрос Стоит Вот иногда Не допонимаешь Вот почему именно Эти песни получили Большую популярность Широпа известность Кому попало в исполнение А вот это Гениальная песня Великолепный материал И текстовая часть Но почему-то Вот не ушло Потому что все песни Которые мы назвали У них были исполнители Очень популярные Очень прекрасные Поэтому это уже Автоматом как бы Придавало песни Статус Нужное время Были нужными людьми Озвучены И очень получилось здорово Подборку композиции Непосредственно вы делали Кто кто Или с Шермицем Вместе с солистом Вы знаете Согласовывали Это предложение А им играть Секрета никакого нет Предложение провести Такой концерт Поступило От Максима Щербицкого Он довольно близок С автором С композитором И тем более В этом году В юбилейном году Он сделал целую программу Это большая работа Потому что Наверняка есть Оркестровки Для симфонического оркестра Для эстрадных оркестров Но не для народного оркестра А Максим Проявил такую инициативу Ему помогли Конечно же Сделали переложение Для народного оркестра Вот собралась такая программа То есть Переложение уже как бы готовое Вам не пришлось С ним заниматься Ну так не бывает Совсем не пришлось А ну понятно Говорят так Что да Вот мы тебе пришлем Но к сожалению Так Очень редко бывает Когда все устраивает И приходится Снова перелопачивать Ну составы разные Составы разные конечно У меня Допустим У нас пять баянов А у него в партитуре Два только Там одна флейта Что делать Твоим баянистам Заниматься Нет Ну самый простой вариант Дублировать остальных Там для массы Там тоже Так ведь тоже можно сделать Бывает и так Как говорил мой педагог Знаете Профессор по инструментовке Люди пришли на работу Две ноты Хотя бы ты должен написать А люди приходят Хорошо Еще раз напоминаем Это будет уже Тоже в честь открытия 61-го концертного сезона Вятский орхестр Русских народных инструментов В воскресенье Это будет через неделю Следующее воскресенье 7 октября 17.00 И возрастное ограничение Тоже 6 плюс Уважаемые гости Немножко вам дадим Возможность передохнуть Нам с Николаем Нужно озвучить Номер телефона Во-первых Вы пока можете Репетировать вопросы Прокручивать в голове Номер телефона Я вам скажу сразу 211-101 Позвонив по нему И ответив на вопросы Наши гостей Либо наши Вы сможете получить призы А сейчас мы расскажем Собственно Я хочу сразу Пригласительно озвучить От наших гостей От наших гостей Это пригласительные билеты В Вятскую филармонию На открытие сезона 30 сентября Да Это у нас Библия Франц Вот Начало 17 часов Ограничения 6 плюс И как раз На 7 октября И на 7 октября Как раз на Малиновый звон Да Тоже на 2 персоны Тоже 6 плюс Эти вот билеты Нам предоставили Наши гости Ну и дальше поехали Билеты в драматический театр Премьера Уроки французского 5 октября 18.00 Ограничения 12 плюс Билеты на любой фильм Сеанс Кинотеатр Дружба Пожалуйста Галерея прогресса Пригласительная На выставку Новый альянс Ограничения 0 плюс Работы Разноплановые Да Молодых художников София России Да Межрадиональная выставка Молодых художников Вот У нас галерея Гауди Воскресенье 30 сентября Общее городское Закрытие Мотосезона Поэтому отделение Ночные волки Вятка И мотоклуб Орден преображения Приглашают вас На трибют Концерт Шоу Рамштайн Группа Киндер из Москвы Будет вас Радовать своим искусством Кроме этого Будет уникальное Световое шоу 40 киловатт звука Экзотические танцовщицы Выступления Групп танцев И короче Много всего прочего Это будет в Гауди Воскресенье 30 сентября У нас приглашение Для вас есть 16 плюс Билеты на концерт Группы Юта Мы продолжаем разыгрывать О ДНТ Ограничение 12 плюс Этого мероприятия Но тут небольшой нюанс По независимому От организатора Причинам Концерт Этот переносится На ноябрь Точная дата Будет сообщена позже Все билеты Приобретенные И в том числе Разыгранные В нашем эфире На концерт Юта Они действительно Так что не переживайте Концерт состоится Но немножко попозже Следите за информацией Дальше Билеты на национальное шоу В России Кострома 15 октября В 19.00 Дом культуры Родины Ограничение 0 плюс Это между прочим Не просто Шоу В России Кострома Это национальный балет Которому исполнилось Недавно Совсем 25 лет Он побывал Во многих странах Миров Более чем Трех десятках Он в частности Выступал в галоконцерте На зимних олимпийских играх В Сочи Был на открытии Третьих зимних Всемирных игр В общем Это незабываемое Феерическое шоу И туда мы Действительно Разыгрываем сегодня Билеты Ну и билеты в цирк На программу Легенда Об этой программе Мы здесь ровно Недельно назад С ее так сказать Руководителем Прекрасным народным Артистом России Который кстати Сегодня будет у нас В студии после нас Вот Владимир Прекрасно Тамерлан Нуглеров Даже отчество Я хотел чтобы ты сказал Тимир Салганович Во Потому что я не очень хорошо Билеты в цирк На программу Легенда Ограничение 0 плюс Это еще не все Еще книжки Да Еще книжки От магазина Читай город Это Алексей Смирнов Записки невролога Прощай Петенька Слушай вообще Я удивился Что эту книгу не взяли Я почитал Это сборник прекрасных Таких жестковатых Правда Медицинских анекдотов 18 плюс 18 плюс Само собой Владимир Березин Дорога на Остапова Это автор биографии Шпловского Жизнь замечательных людей Автор Вот Это вот его так сказать Книга Очень много интересного В этой книжке Ограничение 16 плюс Дорога на Остапова И еще Птица по имени чудесно Прекрасно иллюстрированная Познавательная Аж в широком культурном контексте Книжка Прекрасный подарок Для глаз, ума и сердца 12 плюс Ну так вот карманный формат Да Очень красивая книжка Для тех кто любит Именно книгу Как произведение искусства Это просто подарок Прекрасный Ну что у нас сегодня Просто большое количество Призов У вас огромный выбор Уважаемые слушатели 211-101 Начинаем розыгрыш Кто будет задавать Первый вопрос Константин У кого первая премьера Это был первый вопрос Да Вот о чем я хотел Спросить В программе нашего Концерта 30 сентября Будет Сочинение Как я уже сказал Онегера Имио Эти авторы Входили В объединение Композиторское Которое существовало В 20-е годы Прошлого века Во всем мире Это объединение Известно Как французская Шестерка Но это был Не первый Пример в истории Когда существовало Некое Композиторское Объединение Ну В общем Скажем так Объединение По идеологическим Каким-то соображениям В России В 19-м веке Существовало Объединение И во всем мире Его знают Как русская Пятерка Но В нашей истории Да Это Группа Замечательных Наших Классиков В которой Ходили Мусоргский И Римский Корсаков И Пара Один Цезарь Я возглавлял Его Мили Балакирев Называлась Иначе Вот у меня вопрос Как называлась В общем Это группа Вражаясь научным языком Как в отечественной Историографии Да Как в России Называлась Вот это объединение Вот это Пятерка Пятерка На международном Russian 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 Five Очень быстро нам отвечают на этот вопрос Это школьная программа Вообще В музыкальной школе это изучают Да Упоминается Алло Добрый день Добрый день Добрый Как вас зовут Мне кажется Это могучая кучка Совершенно верно Совершенно верно Вы абсолютно правы Только пожалуйста Назовите себя Меня зовут Татьяна Валентиновна Татьяна Валентиновна Вы прекрасно ответили на этот вопрос Поздравляем Вы опередили всех Дозвонили самой первой Что хотите получить Можно на Кострому На Кострому Да Пожалуйста Дороги открыты Выходите Дорога на Кострому Национальное шоу Россия и Кострома Да Все верно 15 октября 19 часов ДК Родина Ограничение 0 плюс Следующий вопрос Александр Морозович Кладите трубочку Вам редактор Объяснит Как получить этот билет Ну вот Давайте Немножечко Попробуем угадать О нашем авторе Об Александре Морозове Да Об Александре Морозове Как я уже сказал Александр Морозов Уточню еще немножко год В 2003 году Стал народным артистом Молдовы Молдавии Наверное тогда И в 2004 Народным артистом Украины И народным артистом В этом же году России А вопрос звучит так Какой из этих республик Родился Александр Морозов Попробуйте угадать То есть Три варианта Молдова Украина И Россия Ну что ж Прекрасно Три варианта Есть Пожалуйста 211-101 Напоминаем Что по нашим условиям Если вы ошибаетесь С первого раза То мы даем вам возможность Еще разочек ответить Да Пожалуйста 211-101 Вопрос непростой Вопрос непростой Но в принципе Здесь есть определенная угадайка То есть можно позвонить И можно угадать Почему нет Можно ведь и так поступить Ну или по городам Кишинев Киев Не он мог родиться Не обязательно в центре Ну если бы Столицам Да вообще Простечки родиться Да Давайте принимать звонок Вот есть желающие уже ответить Добрый день Да Здравствуйте Как вас зовут Вадим Вадим Да Вот в какой республике родился Композитор Морозов По вашему мнению Александр Сергеевич Морозов Родился в Молдовской АССР В городе Окница Ну в деревне Окница Ну в деревне Совершенно верно Судя по всему Человек просто воспользовался гаджетом Что и совершенно правильно поступил Да Вадим Вы совершенно правильно сказали Да 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 Подглядели Зачем да Мучили Зачем делать сложным Потому что проще простого Ну тогда порадуйте наших гостей Выберите билеты в филармонию Книжечку Книжечку А какую А давайте записки Ну у медицинских Невролога Которые мы расхваливали Действительно Мне всегда немножко жаль Отдавайте такие книги Но я с другой стороны рад за вас Потому что прочитаете С большим удовольствием Да Я полистал Почитал ее Да тут много веселых И не очень моментов Но читается очень интересно Хорошо Николичка вам рассказывать Как это книжка получит Ну и видимо мы должны Сейчас превраться на рекламу Или нам Денис Князев Наш звукорежиссер Даст возможность Нет Давай прервемся Нет Он показывает на часы Давайте реклама Культ поход Продолжается культ поход Константин Маслек Главным дирижером Вятского симфонического Вятского камерного оркестров Александр Чубаров Главный дирижер Вятского оркестра Русских народных инструментов Имени Шаляпина Заслуженный артист Нашей страны Мы сегодня говорим О концертах Которые Открывают 61-й концерт Сезон Вятского фраммония Мы с тобой хором уже говорим 30 сентября 5 октября И 7 октября Еще поговорим Я надеюсь Хотя времени не так уж и много Остается Нам нужно продолжить играть Завершить круг Так сказать Николай У вас У Николая вопросы Всегда немножко Такие рок-н-ролльные Хотя сегодня О таких немножко Странных коллаборациях Хотелось бы поговорить Вы знаете Мы сегодня уже говорили Что есть люди Которые разрываются Между Классикой Например джазом И рок-н-роллом А здесь интересная история Рок-н-ролл тоже Богат на темы И например Есть такие группы Совершенно авангардные Или какие-то еще И музыкантам Хочется сменить Немножко профиль Поиграть с кем-то другим Возникает Такая странная коллаборация Например Группа Килин Джоук Ты что не знаешь про нее? Такая Мать Альтернативного Рока На грани металла И панка Такая очень серьезная Хорошая коллектив И там был такой парень По имени Мартин Глобер По прозвищу Юс Вот им надоело ему Вот эта музыка Он решил с кем-то Светлым, хорошим Поработать И они создали такой дуэт Под названием Пожарный Файермен И очень долго Никто не мог понять Кто же с этим Мартином Глобером Поет Вот сейчас фрагмент Я попрошу включить Дениса Никому даже Никому даже Не могло прийти Что совершенно человек Из другой категории И вдруг запел С этим вот Альтернативщиком Три варианта ответа Это был Мик Джаггер Это был Пол Маккартни Или это был Элтон Джон Маккартни Джон Или Джаггер Да Джаггер Джон Или Маккартни Ну на самом деле Они вот в 90-м году Выпустили альбом До 98-го года Никто не смог угадать Кто это поет В 98-м году Они сами рассказали И с тех пор Еще два альбома выпустили А за инструментальную Эта часть Кто отвечает Вот как раз Вот этот вот Юс Он еще и дизжокей Он так сказать Любит все это Городить Так у нас есть ответ Ну давайте принимать Да Я кстати вот Ох Не предупредил Самое главное Я же специально Под этот вопрос Книжку приготовил Которую меньше всего Хочу отдавать Да Да Я вообще такие книжки Очень люблю Ну и как мы выйдем Из этой ситуации Может быть Отложим этот вопрос А сейчас зададим Специальный Ну может быть Смотри Давай же как сделаем Я объясню Что это за книжка Если человеку понравится Ну ее возьмем Ну хорошо Выберите Ну давайте попробуем Потому что Вот я как раз Не назвал специально книгу Она вот на такую тему Которая всех тревожит Называется Вообще чума Это история болезни Первые лихорадки Это Паркинсона Вот как это все было Очень какая-то Тревожная атмосфера Страшная Крайне интересная Чурма Мы же все замолчали Ну если человек Который отвечает Не захочет Он выберет все что угодно Ну ладно Давайте тянуть Время Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Меня Татьяна зовут Татьяна Чей голос мы слышали Только что Это Пол Маккартни Вот люди Пять лет гадали А Татьяна угадалась Идентифицировала Сходу Да Довольно трудно его узнать Пол Маккартни И как Еще раз Мартин Гловер Или Мартин Гловер Обычно Юз обозначает Юность Только юность Пол Маккартни Ну что Вы Вот насчет чумы То как Может быть Не нужна она вам Очень нужна Иногда приходится Расставаться с любимыми книгами Ну что ж Она ваша Николай Трубочку Вам расскажут Как ее получить Чума ваша Ну и давайте Ладно Задание сейчас от меня У меня сегодня без музыки Без каких-то открывков Я напоминаю Что сегодня День генерального директора Отмечается Вот я вам сейчас уважаю И главного дирижера Предоставляю возможность Просто дозвониться к нам В студию И поздравить своего начальника С этим праздником Если он генеральный директор Нет Не обязательно Не обязательно Пусть он даже не в статусе Генерального директора Простого директора Или начальника Начальника отдела Простого директора Начальника цеха Или вы сам себе Генеральный директор Вот дозвоните сейчас Поздравьте Скажите Бухгалтер он простой Да ну и пусть Пару-тройку Теплых слов И пожалуйста Потом будете выбирать Тот приз Которая есть у нас в списке Слушай, смотри, прямо телефон разрывается Видите, повод дал людям праздновать не только пятницу Но еще и день генерального директора Алло, добрый день, вы в эфире Добрый день, меня зовут Светлана Я хочу поучаствовать в конкурсе Поздравить начальника своего Сказать, чтобы начальник был в тонусе Обладал железными нервами И был, конечно, справедливым Как начальник это зовут? Промолчу Но он хоть поймет, что это его понравилось Имя слишком известное, чтобы оно звучало в нашем эфире Но он поймет, он услышит Или она это, я не знаю Он, хорошо, ну вот выяснишь Мужчина хоть Давайте это отнесем На всех мужчин-руководителей Всех мужчин-руководителей Генеральный директор Светлана, хорошо, выбирайте приз Я хотела бы Вивля Франц Константин Александрович, принимайте Светлана На концерт Очень приятно Очень приятно, да Без проблем, без проблем Все, не кладите, пожалуйста, трубку Редактору передаем Четыре минутки Пять у нас остается Буквально чуть побольше Не знаю, не успеем еще задать вопросы Хочется просто еще с вами пообщаться Если говорить о планах, собственно, на Дни, которые уже выходят за рамки Сегодня нашей темы Константин Александрович, что дальше В сезоне ожидать В ближайшее время Все-таки хочу еще сказать, что 7 октября Утром Утром Вот Вечер Вечером будет малиновый звон А утром будет маленький принц Маленький принц Это Открытие нашего цикла Концертов для детей Нашего, я имею в виду Вятский симфонический оркестр Имени Раевского А, это что вообще такое будет? Это будет сказка с оркестром Музыкальную сказку написал Наш современник Замечательный композитор Ефрем Подгайц Он написал симфоническую сказку Маленький принц И мы прочитаем сказку Маленький принц А чтец какой-то Да, да, чтецом выступит Елена Преснецова Наша Ведущая программа Наш музыковед, да Она прекрасно это делает Более того, вы знаете Там авторам предписано Чтобы чтец работал с партитурой То есть читал в определенные моменты И мы будем сопровождать Эту сказку Показом слайдов Мне кажется Это будет Должно быть интересно Как раз для всей семьи Где именно время? В филармонии В большом зале В 11 утра 7 октября Ограничение возрастное Надо вспомнить Скажите на пожалуйста 6 плюс 6 плюс Да Вообще говоря О каких-то событиях сезона Наверное Я очень надеюсь Что наши с вами контакты продолжатся Безусловно Мы очень много интересного запланировали Но в числе прочего В ближайшие несколько месяцев У нас будет фестиваль Который называется Лики музыкального театра В нем принимают участие Все три наших крупных оркестра И вязкие симфонические И вязкие камерные И вязкие оркесты Русских народных инструментов Вот И если будет возможность Да Немножко поподробнее Как-нибудь об этом поговорить Мы с удовольствием Поговорим обязательно Обязательно Тем более о таком событии Когда все три коллектива Участвуют Здорово Да У нас есть звонок Я так полагаю Что кто-то еще желает поздравить Поздравить Почему нет? Алло Добрый день Вы в прямом эфире Нет Я вообще-то не хотела поздравить Что позвонили? Нет Не то, что не хочу Я хочу поздравить Как вас зовут? Давайте познакомимся Давайте познакомимся Валентина Валентина У меня был очень хороший начальник Сергей Григорьевич Зыбин Сейчас его, к сожалению Он ушел из жизни Это было что-то Так было хорошо Замечательно с ним работать Просто я, когда он умер Я вообще не могла Долго-долго-долго В течение года даже Прийти в себя Вот какое Такая была утрата Что, Николай, делаете с этим? Засчитывать? Конечно Такое воспоминание руководителя И дать возможность выбрать приз? Да, конечно, безусловно Хорошо, Валентина Выбирайте приз А мне, пожалуйста На 7 октября На Народный Вятский Да, 7 октября В 17.00 Русский народный инструмент Пожалуйста, не кладите трубку Пообщайтесь с нашим редактором Вот Все Можно уже не поздравлять Можно уже не поздравлять Два слова можно? Конечно Дорогие друзья У нас приближается сразу Три праздника Давайте сегодня вспомним Поздравим наших музыкантов С международным днем музыки Который мы всегда отмечаем 1 октября Поздравим учителей всех С их профессиональным праздником 5 октября Ну и Знаете, что день пожилых людей у нас День пожилых людей Десятого Нет, нет 1 октября Дорогие наши ветераны Всех с праздником Ну А Вятский народный оркестр От слов к делу Уже сидит На сцене Актового зала В Вятском государственном университете Вот Совсем недалеко от нас И сейчас Готов дать концерт Сотрудникам И студентам Вятского государственного университета Вот такой праздничный концерт Начало в час Дорогие друзья Кто учится Кто недалеко находится Бегом в актовый зал Вятского государственного университета И вы сейчас тоже через пару минут побежите Дирижировать Или что? Ну сегодня не моя очередь Я спокойно дойду И посижу в зале Как зритель Программа будет Ну специально такая праздничная Очень легкая Разные жанры будут Звучать В разведении В разных жанрах И Ну в общем Мы создаем Хорошее настроение В этот пасмурный Сентябрьский день На улицу идет дождь А у нас идет концерт Уважаемые ведущие Если вы свободны Пойдемте С нами вместе Послушайте оркестр Я хочу присоединиться Конечно К поздравлениям По всем Трем поводам И пожелать И коллективу Радиостанции И всем нашим слушателям Всего самого Наилучшего Спасибо Володь Смотри Два поздравления Тоже призы требуется отдавать Да Кстати Хорошая тема Пару минут У нас все-таки еще есть Я прошу вопрос Еще нашим слушателям У Николая точно есть еще вопрос У меня есть всегда вопрос У меня всегда немножко с музыкой И опять на ту же тему Опять необычное сочетание На этот раз идет речь про Сына Про сына Боба Марли Боба Марли Было очень много детей Одиннадцатый сын Его зовут Дэм Он решил тоже собрать группу Представь ямайская музыка Пригласил индуса Очень известного Который написал музыку Для миллионера Из трущок И получил за это Грэмми Ну короче Очень много всего набрал Вот таких вот Экзотических товарищей Потом тоже решил Что что-то ему не хватает Я попрошу Включить фрагментик Этой песенки Ну судя по музыке Вот Ну музыка узнаем Воплотился бы Марли В сыне Да Ну вот человек Который поет эту песню Он совершенно неожиданно В этом компоте И опять три варианта Ответа Это Миг Джаггер Это Пол Маккартни Или это Элтон Джон Ага А вот так вот Троица та же Да Но видимо Может даже снаряд В одну и ту же воронку Может попасть Бывает и такое Объясни 211 из 101 Внимание Это последний розыгрыш В рамках сегодняшнего культпохода Так что поторопитесь Есть звонок Да Давайте Алло Добрый день Здравствуйте Это Наталья наша Постоянная Наталья Кто же у нас С одиннадцатым сыном Боба Марли Запел вдруг неожиданно Так Три варианта была Джаггер, Маккартни И Элтон Джон Маккартни Так Маккартни уже называли И на этот раз Вы не угадали Но у вас есть два варианта Мик Джаггер Сейчас панель пропал Потому что мы еще звонок Не успеем принять Элтон Джон Приз остается неразыгранный Тогда хором можно Это Это был Мик Джаггер Это был Мик Джаггер Да Увы Который решил тряхнуть себе Но очень неплохо у него получилось Увы, Наталья Не можем отступать от своих правил Две попытки у вас было Ксетление не получилось Хорошо Еще раз С всех нас поздравляем Всех, кто любит музыку С открытием сезона Вятской филармонии Не забывайте, что Все начинается уже В это воскресенье 30 сентября Вятский симфонический оркестр Имени Раевского Это будет Вилья-Франц Французская программа Затем следующий концерт 5 октября Вятский камерный оркестр Программа под названием Туманный альбион Английская музыка От барокко до рока И мы тоже сегодня поговорили Об этой программе Ну и наконец 7 октября Малиновый звон Концерт, посвященный 70-летию Композитору Александра Морозова Вятский оркестр Народных инструментов Имени Шаляпина Спасибо, Константин Маслюк И Александр Чубаров Всего доброго Всего доброго До свидания Культ Поход